Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, от чего зависит человеческое счастье. Каждый из нас стремится к счастью, то есть мы хотим, чтобы быть счастливыми, здоровыми, целостными. И это состояние доступно для каждого человека, то есть не то, чтобы это не было доступным. Это доступно прямо здесь и сейчас. Даже состояние слова счастья раскрывает это понятие, как сейчасти, то есть в настоящем моменте. Но часто люди думают о чем-то негативном, плохом. Внимание скользит либо в настоящем времени, но чаще оно уходит в прошлое или будущее. То есть мы хотим что-то предотвратить, чтобы в будущем не наступило чего-то негативного. Или думаем о прошлом, сожалеем о том, что как-то поступили, или что-то произошло не так, как мы хотели. Получается вот такое вот несчастье. То есть мы смотрим в прошлое, в будущее, и внимание зависает там, как само по себе. То есть не то, что мы целенаправленно его туда направляем, чтобы что-то создать, например, или чтобы что-то уладить. А оно там зависает как само по себе, как в результате какого-то механизма. И получается, этот механизм так работает, что он приводит к такому состоянию нестабильности. То есть появляются негативные эмоции, чувства, расстройства, сожаления, боль, обида. То есть негативные эмоции, которые создают еще большую волну. И таким образом это состояние усиливается. Получается, что счастье зависит от того, чтобы быть здесь и сейчас. И это вполне возможно. То есть каждый человек может находиться в настоящем времени. То есть может осознавать, что происходит, как это происходит. То есть наблюдать этот процесс. Это доступно каждому человеку. Чтобы не выбивало из настоящего времени, важно вот этот фокус внимания постоянно поддерживать. То есть если, например, что-то раз даже выбило, переводить внимание, возвращать его в настоящее время. И тогда вы будете осознанно переключать его. Также вторым важным моментом является проработка того. То есть если, например, что-то выбивает, произошла какая-то травматическая ситуация, переключила на нее. Это означает, что у вас уже была похожая ситуация. И эта ситуация как триггер, как переключатель сработала. И включила у вас внутри что-то такое, что снова реактивировала это. Например, вы поговорили со своей мамой, и это был какой-то неприятный разговор. Там это была какая-то ссора или конфликт. И вдруг включается нахлынуло состояние какой-то боли, обиды, страха. Если вы посмотрите глубже, то вы найдете в прошлом похожие ситуации. То есть в ситуации, где были обиды, боль, бессознательность. И так это можно отследить глубже и глубже. То есть и эпизоды с вашей мамой, и эпизоды, которые, возможно, были еще раньше. Вот тут это идет глубже и глубже. Мы, бывает, выходим даже на случаи прошлых воплощений, или случаи какого-то коллективного бессознательного. То есть все это играет огромную роль на то, что влияет на человеческое счастье. И поэтому счастье может быть только тогда, когда мы убрали из ума вот этот негатив, и когда разум полностью чист. То есть чистый разум – это состояние как раз здесь и сейчас. Поэтому очень важно прорабатывать эти моменты и убирать оттуда все, что мешает человеку. То есть реально вот если что-то мешает, важно это прочистить и убрать. Потому что чем больше этого всего накапливается в уме человека, тем больше человек залипает, тем меньше ему хочется жить в настоящем моменте. И получается, что мы все живем в большей степени как механизмы, как роботы. То есть прокручиваем какие-то шаблоны поведения, которые есть у нас в уме, но не замечаем того, что происходит здесь и сейчас. А это самое важное. Это вот то, что есть у ребенка, когда он видит мир по-новому, здесь и сейчас, в новую единицу времени. И такие проблески есть и у людей. Бывает, идете, да, и вдруг видите, как что-то совершенно по-новому. Это как моменты озарения. Они вот происходят в процессинге. Когда я провожу человеку сессию, он выходит в настоящее время, и вдруг видит мир по-новому, как-то вот совершенно ярко так. И такие моменты бывают и в жизни, когда идешь по улице, и вдруг так посмотрел на дерево, на солнце, на людей, и видишь как-то вот это все совершенно иначе. То есть более ярко, естественно, как здесь и сейчас. И эти процессы, они происходят у каждого человека. Когда мы убираем негативный заряд, внимание освобождается и вновь возвращается в настоящее время. Вот этот процесс, по сути, и приводит к состоянию счастья, к состоянию настоящего момента. И когда я в настоящем, когда я счастлив, то мне хочется видеть, конечно, и других людей счастливыми. Поэтому я и создал этот проект Академии Счастья, чтобы видеть людей счастливыми, здоровыми, радостными, чтобы видеть вокруг людей осознанных, единомышленников, людей, находящихся в сознании. Вот, поэтому это здорово, когда такие люди вокруг, и когда сам в таком состоянии, и это помогает всей Вселенной. То есть когда мы очищаем свое сознание, это помогает очищению сознания Вселенной. Давайте посмотрим, как это работает, и сделаем небольшую практику для того, чтобы понять, как работает ум, как работает сознание. Это стало уже естественным для наших видео. Такие вот небольшие практики для понимания работоспособности ума и сознания. Сядьте в удобном для вас месте, чтобы никто не мешал, или ляжьте, если вам так удобнее. Закройте глаза, создайте пространство для сессии. Потом создайте себя в этом пространстве. Почувствуйте себя как сознание. Почувствуйте ваше тело в этом пространстве. Вот. И следующим этапом посмотрите, что есть в этом пространстве. Какие суждения, мысли, ощущения, образы. Все, что есть, просто пронаблюдайте для начала. Почувствуйте это, соприкоснитесь с этим, каково оно. И дальше посмотрите, есть ли что-то, что отвлекает вас больше всего, то, что уводит ваше внимание из настоящего момента. То есть вы сначала посмотрели, что есть в настоящем, потом посмотрите, что уводит вас. То есть вот на что вы посмотрели, оно как-то вот уводит вас туда, к себе, в переживание. И потом, когда вы это обнаружили, вот эту вещь, которая уводит вас в переживание, пойдите туда вместе с ней и посмотрите, куда она ведет. То есть если это случай какой-то, перепрошивите его. Один, второй, третий раз. Для исцеления. То есть делайте это осознанно, с помощью своего сознания. То есть когда вы это сделаете, то у вас наступит исцеление. То есть вы почувствуете, что там все меньше и меньше вот этих негативных эмоций, заряда, и что вас как отпускает, то есть внимание постепенно оттуда будет выходить. Если нет, не происходит такого, может появиться более ранний подобный случай, тогда двигайтесь туда. И так продвигайтесь до самого раннего случая, когда вот началось подобное состояние. Если вы, например, столкнулись с каким-то неприятной эмоцией, например, гневом, в отношении ваших родителей, или в отношении вашего друга, любимого мужа, жены, или каким-то любым состоянием, двигайтесь глубже в отношении него. И найдите самый ранний случай, когда это произошло. И пройдите его один, два, три раза, сколько необходимо до полного исчезновения заряда. И когда заряд полностью ушел, ваше внимание вновь вернется естественным образом в настоящий момент. И, вероятно, придет озарение, то есть новое понимание жизни. А вот я же, например, относился со злостью к моему другу, потому что на самом деле сам на него накричал раньше, а потом начал злиться на него, сделал его виноватым. Вот такие понимания могут приходить к человеку в процессе жизни. И, конечно, они приходят в процессе процессинга, аудитинга, когда я делаю сессии, и я помогаю человеку как раз пройти через это и вернуться в настоящий момент, в состояние счастья. Вот таким образом работает технология исцеления, улучшения качества жизни. Вот на этом практика завершена. Если у вас остались какие-то вопросы или вам необходима консультация по этому поводу, напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные в описании к этому видео. Также почитайте описание, оно вам больше раскроет то, что я объяснил в этом видео. Там будут некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Также, конечно же, если видео вам понравилось, ставьте отметку «нравится» на палец вверх, включайте колокольчик, как напоминание о новых видео на моем канале, они выходят ежедневно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписчик. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, оно тоже будет им полезным и интересным. На этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. В описании есть мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Я рекомендую их к прочтению, чтобы вы могли больше понять, как работает сознание, как работает ум, и прийти к пониманию того, как Вселенная может давать вам то, что вы действительно хотите. Сейчас на экране появились мои видео. Там показано, как работает процессинг, о том, как изменить судьбу, как справиться с негативным зарядом. Мой сайт и подписка, конечно же, на мой канал. Можете зайти, посмотреть видео на сайт и, конечно же, подписаться на канал, если вы еще не подписчики. Вот. А мы увидимся с вами завтра, в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, и это канал «Академия счастья». Всего вам доброго. До скорой встречи.